Ну, если глядя на то, как обсуждается бюджет хотя бы здесь, люди понимают, что уже неэффективно, да и неконструктивно. Я думаю, что привезли такие же ожидания, будут у них и дальше. Очень много накипело, и хотелось бы о многом говорить. Во-первых, работающие студенты, я могу сразу сказать, что воробей-то тот же соловей, только заочник. Работающий студент, это сразу неквалифицированный кадр по выпуску. То есть, соответственно, если перекладывается на плечи студента поиск выживания, то, соответственно, он некачественно учится. Это надо понимать, что мы столкнемся через несколько лет с большой-большой проблемой. Второй момент. Если нужно сбалансировать бюджет, и говорим мы о том, что его можно сбалансировать в основном за счет того, что урезать как раз силовой блок и перенаправить эти деньги на студентов, пенсионеров, они что, меньше кушают или у них другой совершенно доход? Про 3200 вы говорите. В принципе, 3200 это сумма как раз биологического выживания человека. Оппозиционный блок не так давно требовал 4500, если я не ошибаюсь. То есть, это было как раз вашей инициативой. Если вы будете согласны на 3200, вот просто интересно, насколько это вот как раз та точка, на которой вы согласны голосовать или не согласны. Еще несколько моментов. Добродумов сказал о том, что, в принципе, плюсом этого бюджета было то, что он был вовремя внесен. Это единый плюс. Ну, давайте вот посмотрим примеры западных стран. ЕС уже проголосовал свой бюджет. Чтобы вы понимали, на секунду, там можно сравнить как раз, насколько сопоставимы те цифры, как живет Европа и как живем мы. Чтобы понимать, расходная часть бюджета Европейского Союза составляет 134,5 миллиарда евро. Украинский бюджет, расход до его части, это только одна шестая. Так вот, Европейский Союз выделяет 21 миллиард на создание новых рабочих мест и на развитие экономики. А сколько у нас? Давайте вот как раз будем вот такими категориями думать. Александр, ну здесь же я вам хочу напомнить, что это не ест стоит с протянутой рукой перед Украиной, а наоборот. Получается, что мы не закладываем те базовые вопросы. Америка говорит о создании рабочих мест, Европейский Союз о задачах, а мы не озадачены, у нас, оказывается, хватает.